здравствуйте друзья сегодня я вам буду показывать чудеса так у меня есть тепличка с укорененными листиками бегонии элотиор здесь у меня элотиор бориас валентина пинг и соленья априкат и так что же я хочу вам показать ну прежде всего обратите внимание на эти корни борис был поставлен 22 ноября то есть весь стаканчик корнями зарос буквально зарос плотненько корней здесь очень много но пока деточек не видно есть экземпляр долго играющий он тоже живенький тоже крепенько держится в субстрате но пока корней в нем не так много только только начинают вот выходить на стаканчик так есть у меня соленья априкат вот тоже корневая система огромная пока ничего не видно а вот это чудо чудное это валентина лотиор валентина пинг и посмотрите какая здесь красоточка тут деточка и похоже даже две вот они красавицы вот они два мелких детеныша посмотрите кор корни то выбираются аж наружу и два детеныша спрятавшись под листиком и здесь такое влажненькая смотрите влажненькая атмосферка какие шикарные корни вот такие чудеса укореняются лотиорки с оленей листиком и дают деточек ну и наконец самое чудное чудо когда я вам говорю нужно создать условия условия для корневой системы то есть корневой системе должно быть и влажно но и воздушно то есть воздух должен быть обратите внимание у бориаса выросла мощнейшая корневая система пышные пышные очень корни и эти корни в тепличке вот они все выбрались наружу посмотрите торчат корешочки наружу это здоровые корешочки рабочие они имеют все положенные органы вот они здесь на конце корневой чехлик дальше посмотрите корневые волоски какие пушистый пушистый корешочек вот этими корневыми волосками как раз бегонии и улавливает воздушную влагу в том числе и кислород для дыхания своей корневой систем посмотрите какие прекрасные шикарные корни какие толстые корневые чехлики вот эта зона роста растяжение корня вот она прям вот такие чудеса ну что я могу вам сказать по этому поводу дело в том что для успешного укоренения не только бегони но и любых других черенков необходимо создавать условия теплички по крайней мере для большинства растений не для всех потому что есть растения которые спокойненько укореняются и совершенно без тепличек так вот для того чтобы корневая система хорошо развивалась то есть прежде всего образовывался колюс и нет происходило запревание черенков загнивание срезов черенков нужно срез этот слегка подсушивать у большинства культур в том числе у бегоний также срез слегка подсушиваем и субстрат готовим такой чтобы в нем было и влага и воздух в том числе и конкретно для бегоний субстрат не должен быть питателем да как в общем то и для большинства черенков любых культур субстрат не должен содержать минеральных солей специальных каких-то удобрений там удобрительных смесей каких-то растворов с питанием то есть не нужно этого ничего запомните что только голод и жажда стимулирует рост активной мощной корневой системы только волосок корневой который имеет доступ свободный кислороду воздуха образуется только такой корешок покрывается волосками на воздухе посмотрите какие они мощные пушистые жирненькие как раз на воздухе и видно что это корневая система очень очень активная здесь не сухо здесь вы видите листики они слегка так даже блестят от влаги и но я их не поливала я их не поливала ни разу после постановки на укоренение доказательства покажу вам еще один стаканчик который более сухой и у него также такие же разветвленные пушистые корни посмотрите точно также они выходят на поверхность вот они какие видно воздушно-капельная влага видите вот капельки влаги на стенке стаканчика если бы я полила горшу вот этот стаканчик то влага бы просочилась и вот этих вот испаринок не было бы здесь вот так что нет никакого секрета в применении каких-то специальных укоренителей для черенков для наших нет никаких таких волшебных формул удобрений нет никаких особенных химических веществ есть нормальные условия для укоренения ну в смысле не нормальные а оптимальные которые мы должны научиться создавать если растение хорошо укореняется в тепличке значит ставим наши черенки не важно листовые это или ну натуральные черенки ставим в тепличку перед постановкой растений субстрат субстрат готовим с оптимальной влажностью он не должен быть очень сырым но и не должен быть совершенно сухим он должен быть слегка влажным слегка влажным и очень рыхлым то есть растение должно свободно дышать доступ воздуха внутрь туда колесу к образующемуся должен быть и потом корни дальше поползут и поползут и будут искать вот эту влагу вот эти капельки влаги они будут искать и будут видите даже вверх вверх вылазить из стаканчика ну такого бы и у меня не произошло если бы это были обыкновенные черенки у которых есть уже точка роста это листовые черенки я жду образование детенышей таких как я показала вам на валентине то есть нужно еще держать такие череночки в тепличке и в скором времени там начнется дифференциация колюса но вот над корневую ткань уже мы видим ее в то же время начнется рост именно апикальной меристемы и формирование настоящих побегов росточков то есть то ради чего собственно эти листовые черенки были поставлены на укоренение ну что ж друзья вот такой вот сегодня я вам показала чудесный совершенно случай когда растение так активно реагируют в поисках влаги и в поисках минимального какого-то своего питания и кислорода для своего дыхания прямо выползают из этих стаканчиков на воздух видите на крышке есть небольшой конденсат в то же время я ее периодически проветриваю с этой стороны крышечка совсем сухая и все равно этой минимальной влаги все равно хватает растениям и корни очень активно себя ведут очень активно растут некое естественно никаких подкормках здесь пока речи не только свет температура ну и прикрытая тепличка создание там оптимальной влажности всего вам доброго друзья будьте внимательны к вашим растениям наблюдайте за ними и старайтесь создать им самые оптимальные условия для укоренения и они вам отплатят они образуют корни то ради чего мы и ставим их в наши теплички всего доброго до свидания